Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Щековская Екатерина. Сегодня мы продолжаем с вами работать над челленджем 100 эскизов. И я выбрала к рисунку базовое платье футляр. Как я уже говорила, вы можете мне присылать, что бы вы хотели порисовать. Я все вижу, я это все складываю. Но у меня запланировано, что первые эскизы в 10 мы будем рисовать именно простые базовые модели, которые создадут вот эту основу, базис, и чтобы дальше вам было уже проще работать. Конечно, детально и прям подробно, каждый этап я не разбираю, я показываю и демонстрирую, как это делать в Adobe Illustrator. Если вы хотите в формате коучинга, в формате обучения, чтобы вам показали, рассказали по этапам, у меня есть отдельный курс, где я занимаюсь со своими студентами, индивидуально проверяю все работы, даю обратную связь, поправляю все рабочие файлы. Это немножко другое. Здесь моя задача больше вам показать, что это сделать можно. Показать какие-то приемы, не все совсем, потому что показать все приемы просто невозможно, они в одном эскизе не используются, во-вторых, не зная основ, это будет не нужно. Так что первые эскизы это то, с чего мы начинаем. Соответственно, сегодня у нас будет платье. Я опять открываю базовый шаблон фигуры, его можно скачать. Я оставлю ссылочку под видео, оно совершенно, этот шаблон бесплатный, скачиваете. Вам он приходит в PDF формате. PDF формат прекрасно дружит с Adobe Illustrator. Вы его открываете, он у вас будет даже доступен для редактирования. На слое, где у меня есть это платье, я сейчас, не платье, а где есть этот шаблон, я его разблокирую, делаю двойной клик по шаблону, выхожу в режим изоляции, и как я делала в предыдущие разы, второй раз, упала теперь внутрь, я уберу лишние руки, ну, потому что они мешают, они очень раскинутые, и в зависимости от того, какую я рисую модель, я выбираю то или иное положение рук. При этом вы можете выбрать, например, левая рука прижата, и вы смотрите, как рукав смотрится с опущенной рукой, а правая рука смотрит в сторону. Это актуально, если вы будете рисовать рукав летучая мышь, да, летучая мышь, она будет красиво ее смотреться, с одной стороны вы видите, как она смотрится в приподнятой руке, а с другой стороны вы будете понимать, как ткань будет драпироваться, и туда нужно будет заложить. Соответственно, вот такое удобство. Выхожу из режима изоляции, и сейчас создам... Так, нет, давайте все-таки в режиме подвинусь сейчас в сторону с кнопочкой Shift в одну, и с кнопочкой Shift в другую, нажимаю Alt, все скопировалось. Shift позволяет перемещать горизонтально, вертикально по дугу 45 градусов, Alt копировать, нажимаете, берете объект, смещаете его, нажимаете Alt, отпускаете сначала кнопку мыши, потом с клавиатурой. Если вы используете PC, если у вас MacBook, все то же самое. Единственное, что когда я говорю нажать Ctrl, ну, если какие-то есть сочетания, я их озвучу, то у вас это будет команда. Все остальные клавиши, они абсолютно идентичные, потому что Adobe, оно очень дружественное, оно воспринимает и как Mac, так и PC, вообще прекрасно везде работает. Вот не знаю, насколько хорошо дружат с Linux-оидами, могу поинтересоваться, насколько хорошо на Linux встает. Но если у вас обычный, ну, компьютер, personal computers, то, что мы называем разных фирм, там, а создал Lenovo любые, да, и стоит Windows на нем, будет хорошо работать, и если у вас MacBook, там, своя операционная система, на них тоже это все встает. Это официальная программа, Adobe туда прекрасно заходит. Единственное, Linux-одио, но если вы пользуетесь Linux, скорее всего, у вас есть знакомый программист, или вы самим являетесь, и вы с этой проблемой справитесь. Вот, маленькое отступление было по программам. Сделали две копии, соответственно, я буду рисовать платье спереди и платье по спинке. Нарисую вам сейчас одно платье, именно такой базовый шаблон, и потом покажу, как из этого платья можно немножечко видоизменить его и получить другой вариант. Так, беру инструмент лупу, можно нажать кнопочку Z, она вызовет вам лупу. Вообще в Adobe Illustrator много так называемых горячих клавиш. Со временем каждый привыкает к использованию своих сочетаний. То есть я что-то люблю взять мышкой, какие-то инструменты. Знаю, что есть многие люди, которые просто сидят рукой на клавиатуре, и вы даже не понимаете, что он сделал, потому что он вызывает клавиши. То есть вот если я сейчас вызову клавиши, вы не поймете, что я сделала. А если я все-таки взяла ее отсюда, при этом смотрите, когда я навожу на инструмент, инструмент масштаб клавиши Z, инструмент выделения клавиши V. И если у меня будет рука на клавиатуре, вот смотрите, вот я V нажала, вот я Z нажала, оно туда-сюда перекидывается, но вы просто не видите. Поэтому я больше люблю брать все-таки с панели, для того, чтобы видели, что я делаю. Но имейте в виду, что можно освоить вот эти вот клавиши, и таким образом ваша работа будет ускоряться. Это сначала неудобно, через 1-2 недели использования к этому привыкаешь, и становится удобно. Ну, такие сочетания, как Ctrl-Z, Ctrl-C, Ctrl-V, их надо просто выучить и использовать всегда. Притом во всех программах они везде работают. То есть если вы будете письма писать в Варде, Ctrl-Z работает, кстати, тоже во многих программах, это действие один шаг назад. Начинаем мы рисовать. Берем инструмент перо, и базовым инструментом перо. У нас есть шаблон, у него есть центральная линия, будем рисовать половинку, потом раззеркалим. Тоже очень удобно. Вспоминайте аналогию с конструированием. Мы тоже всегда строим только половинку переда, половинку спинки, и только в сложных моделях. Если нам нужно сделать асимметрию, мы их раскладываем и начинаем уже моделировать. А так мы можем прям кроить с этой половинки, просто сложив в стык. Ну, в сгиб. Не в стык, а в сгиб. Вот, поэтому здесь мы все делаем. Давайте сделаем полукруглую горловинку. Так, плечо. Я сейчас поправлю то, что у меня там кривовато получилось, ничего страшного. Так, и единственное, что нужно, чтобы цвет линии... Нет, линии, линии. Цвет линии был черным, и вот здесь без пунктира, да. Платье будет у меня прилегающего силуэта. Это значит, что от линии моего шаблона я практически не отхожу. Могу чуть-чуть туда воздуха заложить. Нужно приспособиться к рисунку, соответственно, кривыми направляющими. Это, пожалуйста. Так, и длиной чуть-чуть ниже колена. Смотрим, вот она моя центральная линия. Можно нажать Shift, тогда у вас вертикаль соблюдется. И к центру пришли. Теперь инструментом. Прямое выделение. Либо клавиша А. Выбираем точку. Берем инструмент опорная точка. И убираем вот здесь кривизну. Смотрю, чтобы у меня все-таки точка была чуть выше плеча. Здесь мы сейчас рисуем базу, но если говорить, то иногда в платье бывают подплечники. Надо учитывать. Если вы ставите подплечник, соответственно, вы линию ключа можете уже вывести по-другому. Но это в зависимости от моды, от модели, в общем, от всего. Вот, получилась такая половинка. Давайте сделаем рукавчик. Раз, два, три, четыре, пять. Вот у нас получилось. И если это платье, если это невысокорастяжимый трикотаж, нам с вами нужны будут какие-то конструктивные линии, либо это будут выточки, либо это будут подкрайные детали, либо очки, для того, чтобы сформировать рельеф. Вот у нас есть центр груди, у нас есть линия талии, и у нас есть дальше вот линия. Выточку вы можете прорисовать. Таким вот образом. Теперь, чтобы не было вот таких уголков, я уже показывала, рассказывала, видите, вот здесь острый угол, не потому что я вышла точкой за край, а потому что программа так рисует. В панели «Обводка» есть скругленные углы. Вот видите, она туда-сюда пропадает. Лучше их поставить. Притом на все элементы, чтобы были скругленные углы. Тогда все будет более мягко. Зальем два наших объекта, которыми у нас нарисована спинка, по которым нарисована полочка и рукав. Линию выточки можно сделать потоньше, потому что она как бы есть. Она может быть разной длины. Еще раз повторюсь, это уже зависит от вашей конструкции. Я ее сейчас нарисовала так, как я бы хотела видеть ее. Может быть, она кому-то покажет слишком длинной, слишком короткой. Все зависит от того, куда вы ее хотите поменять, как вы ее хотите поставить. Поэтому главное, что она есть, что мы ее с вами поставили. И теперь выбираем с вами все вместе. Можно выбрать Ctrl-A. Мне нужен инструмент зеркальное отражение. Ставлю на центр точку и перетаскиваю. Нажимаю Shift, нажимаю Alt. Отпускаю. Вот такая штучка у меня получилась. Смотрите, не соединилась, не дала я вертикаль. Видите, расходится. Соответственно, сейчас выбираю инструмент прямое выделение. Смещаю на шаг влево, а эту на шаг вправо. Они у меня теперь пересеклись между собой. И это даст мне возможность слить две половинки в едином. А также может быть, что я немножечко отошла от шаблона. Мы сейчас это проверим. Да, немножко надо мне ее передвинуть. Вот. Отлично. Ну, я сняла выделение, посмотрела. Сейчас я его верну обратно. Сняла заливку. Так, выбираем две части. Окно. Обработка контуров. Слить. Классический пример. Где моя выточка? Вон она. Никуда она не пропала. Просто при слиянии у меня лежали половинки на разных уровнях, и они слились по верхней. Соответственно, я теперь выбираю две половинки. Правая кнопочка мышки. Монтаж на задний план. Вот она, ваша выточка. Никуда она от вас не сбежала. И нужно нарисовать, что у нас там сзади. Я не стала вас сразу это прорисовывать. Я могу сейчас это нарисовать. Потому что, когда вы платье положите, вы будете видеть, что там у нас по спинке находится. Вот таким образом. И тоже убираю. Это что у нас должно быть? Самый-самый-самый дальняя часть эскиза. И, конечно же, будет шов по центру, который мы будем видеть со спины. Вспоминаем все-таки технологию. Смотрите. Эскиз уже, в принципе, у нас получился. Что теперь вам потенциально нужно будет на этот эскиз добавить? Нужно понимать обязательно, какая у вас технология. У вас может быть, например, платье из трикотажа. Тогда вы будете ставить там, распошив по низу рукава, распошив по низу изделия. У вас может быть шерстяное платье на подкладке. И уже вот от того, какая эта технология будет зависеть, как будут выглядеть от строчки, отделки и где что будет происходить. Соответственно, нам нужно еще будет обозначать, да, молния обычно ставится либо в левый бок, либо в спину. Либо, если это трикотаж, то можно и без молнии обойтись. То есть вот эти моменты, они всегда критические. И их нужно в эскизах упоминать. Но поскольку в данном случае мы рисуем просто шаблон, такой вот базовый эскиз, из которого потом можно сделать все, что угодно, я не буду сейчас на нем рисовать от строчки. Именно по этой причине. Потому что когда я потом захочу это платье как-то видоизменить и привести его к тому, что бы я хотела, то я уже к нему добавлю технологические особенности. Именно поэтому, вот мне когда спрашивают, а я смогу нарисовать? Нарисовать можно. Но тут важнее даже не умение рисовать, а понимание технологических особенностей, как будет ваше изделие собираться. Потому что имея шаблон, это сделать достаточно быстро и просто. А вот непонимание того, как это будет выглядеть, оно может причинить серьезный дискомфорт вашему эскизу и вам, потому что вы не будете понимать. Выбираем все вместе. Перетаскиваем на соседний объект с шифтом, с альтом отпускаю. Теперь сливаю две вот эти части. То есть я сливаю спинку и сливаю основу. Вот это у меня получилась спинка. Вот у меня есть линия, которая обозначает центр. Пожалуйста. И выточки могу укоротить, могу оставить как есть, могу вообще убрать. Еще раз такой момент. Это, ну то есть у меня может быть перераспределена выточка в боковой шов и в центральный шов. Это уже индивидуально, надо смотреть под каждую модель. Но базовый шаблончик платья мы с вами уже сделали и освоили. Теперь сгруппируем, сгруппировать и сгруппировать. Что мы теперь можем с ним сделать? Показываю приятности, которые нам дает Adobe Illustrator, почему вообще это всегда классно. Обещала вам показать моделирование. Обещала, показываю. Я скопировала монтажную область вместе с отрисованным на ней платьем. Это инструмент монтажной области. Я ее перенесла в сторону с нажатым шифтом и альтом. Одно платье. Вот это вот, это просто программа. Так показывать не надо пугаться, я ничего не сделала. Вот этот уголочек я сейчас приближу, и оно пропадет. Вот, смотрите. Ну, давай. Он просто так среагировал. Он, наверное, переместить надо. Вот, все. То есть иногда программа так показывает, это просто немножечко нас боит. Итак, простое моделирование, которое мы можем сделать на этом платье. Шаг 1. Рукава. Можно их что сделать? Убрать. Получилось другое платье. Шаг 2. Нарисовать другие рукава. Берем с вами эскиз. Я сняла его с шаблона, потому что сейчас это не особо принципиально. Можете оставить на шаблоне. Соответственно, рисую. Можно фонарик нарисовать. Ну, это, к примеру. Вот здесь, кстати, шаблон вам бы не помешал. Вот. И уже у нас получается совсем другая история, совсем другой вид нашего одного и того же платья. Что я сделала? Я взяла нарисованное платье и к этому платью убрала рукава и нарисовала другие рукава. Это базовый принцип вообще моделирования одежды. И его очень часто применяют в производстве. Отрабатывают хорошие качественные лекала. Может быть, платье, может быть, футболка, брюки. И потом на нем начинается моделирование деталей. Рукав можно в целом отнести к деталям. Если там не сильно у вас едет пройма, то длина рукава, соответственно, там какие-то дополнительные элементы, они, как правило, вот только рукав будет меняться, основа будет сохраняться, хорошая коммерческая. Ну, это вот из простого, да? Еще один момент, который мы с вами можем сделать. Показываю здесь же. Схватиться за нижние точки, выделить только нижние точки и, например, укоротить платье. Сделать платье длиннее. Точно так же хватаемся и тянем вниз. Я клавишами вниз нажимаю, оно тянется. Ну и давайте еще один пример. Сделать асимметрию. Сейчас я поправлю, чтобы монтажная область влезала. Вот, соответственно, берете и точку переносите куда-либо. И у вас получается платье с открытой ногой. Ну, это как пример того, что, имея одно и то же платье, его потом уже можно отмоделировать. И вот уже после моделирования нужно работать с технологией. Ну и, конечно же, классика жанра. Не будем с вами от нее отходить. Я скопировала то, что у меня было. Покажу только на одном платье. А если вам интересно, вы сделаете столько, сколько захотите. Базовое платье. Оно может быть белого цвета. Оно может быть красного цвета. Оно может быть какой-то фактурки или текстурки. И это все очень быстро и удобно прокрашивать. При этом, смотрите, у меня сейчас не очень хорошо видно линии. И можно цвет линий, которыми нарисовано платье, поменять. Тогда оно будет лучше читаться. И, например, по спинке залить его более темным однотонным цветом, что позволит создать иллюзию того, что оно уходит. Ну, или там какая-то подкладка у вас темная. То же самое здесь. Можно вот этот красный цвет немножечко затенить, и тогда будет ощущение, что у вас есть работа с цветом, что это чуть-чуть дальше. Вот таким образом. Соответственно, казалось бы, начали мы с простого очень эскиза. Эскиз платья. Даже не стали к нему особо применять технологические какие-то особенности. Да, я не дала там горловину по горловине отстрочку, не дала по низу отстрочку. Предполагаю, что, может быть, у меня там подкладка это все заберет, и не будет никаких декоративных отстрочек. В зависимости от того, из чего оно будет сотворено. Но получили с вами шесть разных моделей. Вот они, пожалуйста, шесть разных моделей и еще три цвета модели. Это я только на одно платье сделала. Я же могу на каждой платье цвета модели сделать, правильно? А если прописать еще технологии, если немножечко там где-то подергать туда-сюда, получим все совершенно разное. Вот так из одного эскиза мы уже начали с вами работать как дизайнеры и проектировать что-то новое и интересное. Пожалуйста, пробуйте эту технику. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, будет еще много классных видео, мы только-только начинаем. Это только третий эскиз, а я хочу их отрисовать минимум 100. Ставьте лайк, пишите в комментариях, что вы еще хотите порисовать. Я обязательно это буду читать, смотреть и дальше мы будем рисовать сложные модели. Остаемся с вами на связи. С вами была Чайковская Екатерина и Fashion Vector Design. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok